Ну что, друзья, сделаем перерыв, потому что ролик получается длинный, и перейдем во вторую часть, которую вы увидите уже завтра. Итак, друзья, следующая наша с вами локация – это магазин Фора. Магазин Фора – один из новых, просторных, и есть предположение, что тут как раз будет довольно-таки большой выбор пасок по сравнению с обычными магазинами Фора. Находится этот магазин на метро Дарница, это старый выход метро Дарница, открылся относительно недавно. И давайте забежим, посмотрим ассортимент цены тут. Вот у нас есть пасочки, это только-только привезли, я так понимаю, будут раскладывать, скорее всего. А основной ассортимент, основное предложение у нас вот тут. Кекс Кулынычи, Восняный, 49 гривен за 250 грамм. Харьковский район СМТ Кулынычи, также есть Полтава, полтавский выруб, полтавский какой-то хлебокомбинат, и какой-то Киевский областный хлебопокарский комплекс. То есть, видите, несколько у нас локаций точек. Следующий у нас кекс 500 грамм, это у нас тоже кекс Кулынычи Восняный. Вот так вот он у нас запакован с присыпкой, с глазурью есть. Кексик, кекс БКК 500 грамм у нас 249 гривен. Это вот, я так понимаю, вот этот вот, вот этот вот кексик БКК 500 грамм, 200, как неудобно, одной рукой. Вот так вот он, друзья, у нас выглядит. Максимально просто, но с всякими вкусностями внутри. Горих, волоськи, фундук, ядра, арахиса и кунжута. Это все внутри. Сверху у нас нет. Киев-хлип, киев-хлип пасхальный кекс, называйте, как хотите. Кто называет кекс, кто Пасха, кто Пасха, кто кулич, 69 гривен за 300 грамм. Киев-хлип святковый. Максимально простой, глазурь и украшения. Так, сверху у нас дальше идем 285 грамм, 285 грамм, 650 грамм. Вот такая вот интересная штука, красивая. Эксклюзивно оздоблення натуральными горихы кэшью, горих волоський, миндаль, родзинки, кукурага, финики и вьялена вышня. 650 грамм. Выглядит достойно, достойно. Достойно этой цене, как минимум за 650 грамм. Друзья, здоровенный кекс, мы только что видели в Ашане, его 1000 грамм, 489 грин. Честно говоря, я там не помню. И там я жаловался на то, что никак не скреплена вот эта вот крышка, видите? Она никак не скреплена. И когда человек возьмет с полки, вот смотрите, он возьмет руками снизу, вот тут вот в нижней части. Какое-то время оно будет держаться, а потом просто раз и отпадет. Это у нас Киев-хлеб. Киев-хлеб. Вот такая вот коробочка. Посмотрите, по сравнению с обычными пасхами, какая она огромная. Дальше. Сырная пасха, творожная, бездрежевая. 550 грамм, это тоже, друзья, мы видели. 550 грамм, 254 гривны. Кто не хочет дрожжи, кто не хочет муку, то, пожалуйста, вот у нас есть пасха, которую так просто даже и не увидишь. Картинки нет. Но мы с вами, друзья, уже это видели. Дальше у нас идет пасхальный, косковый кекс Киев-хлеб. 109 гривен. Вот так вот он у нас выглядит. Шукай подорунок у коробки. Даже интересно, а где там подорунок, я, честно говоря, не вижу. Может быть, в Пасхе подорунок не вижу. Киев-хлеб для детей. Вот такая вот маленькая пасочка на 200 грамм. Кекс зайчатка. 350 грамм. Кулынычи. 154 гривны. Выглядит симпатично, выглядит красиво. Вот такой вот заяц, выглядывающий из-за Пасхи. Производство у нас Киев-Полтава. А, Киев и Харьков. Киев и Харьков. Производство. 350 грамм за 154 гривны. Дальше у нас Червона Колына. Киев-хлеб. Тоже, друзья, мы это видели. Вот такая вот у нас глазурь. Сверху такие вот украшения. 144 гривны за 400 граммовую Пасху. Дальше кекс тоже. Киев-хлеб. Володимирский запакованный. Тут максимально все просто. Тут у нас глазурь. И сверху вот такая вот белая шоколадка. Небольшая белая шоколадка. 600 грамм. 195 гривен. Делите на 42, получаете евро. Делите на 39, получаете в долларах. Кекс пасхальный. Чуть не улетел. Пасхальный кекс. Обырих. Тоже интересный подход. Он такого в виде бублика. Вот такого в виде дырявого бублика. Пасхальный кекс выглядит интересно и на ощупь мягкий. Это у нас тоже БКК. Киевская БКК. Тоже мне нравится. Хорошо ж такое. Так, друзья. Все. Посмотрели мы, значит, какие тут альтернативы есть. Раз, два, три, четыре. Большая пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, в принципе, выбор большой. Штук 15 различных пасек у нас тут есть. Жаловаться грех. Жаловаться грех. Потому что были локации, где намного-намного меньше. Намного меньше. Поэтому ставим в форе палец вверх и заслуженный респект. Молодцы. За ассортимент и за цену. Так, друзья. Выхожу из форы. Прикупил, кстати, Белоцерковский творог. Вопрос к вам, друзья. А хотите вы, чтобы я после этого видоса еще и купил различные пасхи и протестировал, попробовал и рассказал свое мнение? Если да, обязательно напишите в комменты. В форе ставлю заслуженный лайк, заслуженный палец вверх. Потому что ассортимент большой. Хоть стеллаж один, но ассортимент огромный. Цены, я думаю, что плюс-минус, как и во всех других супермаркетах. Если это, конечно, те же самые пасочки. Идем, летим в новую локацию. Так, друзья. Следующая наша локация – это Мегамаркет. Я нахожусь на улице Антоновича. Это рядышком с метро Олимпийская. И Мегамаркет на самом деле в Киеве он, по сути, один. Все остальные Мегамаркеты, они находятся за Киевом. Поэтому жду от вас в Подобайку, жду от вас лайк за то, что я выбрался, сюда доехал. Потому что для меня это реально не ближний совсем свет. Тем более, это центр. Каменные джунгли, жара плюс 30 в Киеве. Я, честно говоря, в этом конкретном Мегамаркете был 100 лет тому. Но остальные Мегамаркеты, они реально огромные. Просто они реально огромные. Поэтому я ожидаю тут увидеть довольно большой ассортимент. Не побоюсь этого слова. Огромный ассортимент. Посмотрим, посмотрим, чем нас удивит Мегамаркет. Моей колеей возрастом. Как-то вот. Так, ну, корзиночки нам не нужны пока что. Нам они понадобятся тогда, когда вы дадите обратную связь на дегустацию этих пасок. Сразу вижу, что тут Мегамаркет у нас не столь прям огроменный. Потому что он ограничен в размере, ограничен в каменных джунглях. И вот у нас пасочки. Так, давайте посмотрим, какие у нас есть. Вот я вижу вот там пасочки. Панетоны. Тут я вижу пасочки. И тут. Ну, давайте начнем с этого стеллажика. Видов, конечно же, уйма. Вот на глаз я уже вижу видов, наверное, 30, а то и 40. Давайте сверху. Так, это у нас 302 гривны. Кекс Кулынычи Панетон. 600 грамм. Я такой еще, друзья, мне кажется, не видел. Поправьте меня, если уже в видео такое было. Но что-то мне кажется, что не было. 600 гривен Панетон. Производитель у нас Кулынычи. Это село Крушинка. Фастевский район. Киевская область. 302 гривны. Делим на 39, получаем доллары. Делим на 42, получаем евро. Тоже Кулынычи. Урод 600, 650. По-богатому, по-богатому. Там и орешки, там и цукаты, там и какие-то вкусности сушеные. 290 гривен. Это, ну, примерно, где-то там, порядка 7 долларов, может быть, чуть меньше. Горишки Кэшью. Горихи Волоськи. Горих Миндаль. Родзинки Курага. Финик. И вьялена Вишня. Панетон. Премиум. 260 гривен. 450 грамм. Солодкий смак життя. Это у нас Киев Хлеб. Ну, такой вот простенький формат. С родзинками внутри. И без белой шапки сверху. Кекс. Мы с вами только что его тоже видели. Кекс Пасха Сырна Киев Хлеб. Тут он стоит, друзья, 206 гривен. Старая цена 253. Честно говоря, я не помню, только что, где мы были, сколько он там стоил. Но Пасха Сырна 206 гривен. 550 грамм. Дальше у нас идет Киев Хлеб. Кекс Володимирский с цукатами та родзинками. 600 грамм. 209. Цены шик. 209 гривен. 10 копеек. Ну, поставьте 210 гривен. Почему нет? Киев Хлеб. Киев Хлеб. Так, дальше у нас Пасха Традицина. Киев Хлеб. Вот такая вот на 500 грамм. Кекс называется. За изгущенным молоком та родзинками. Цену я вижу 146 гривен 40 копеек. Так, переходим ко второму нашему этажу. Зайцы. Кекс Зайченятко. 157 гривен. Он у нас 350 грамм. Зайц спрятан за Пасхой. На Пасхе у нас вот такие вот морковка там какая-то. Какая-то зеленушка и какие-то зефирки. Зайца типа не видно. 139 гривен Пасха Кулынычи Княжа. Вот такой вот без картона, без ничего. Кекс Панетон называется. Странно. Тут Кулынычи Пасха, а тут Кекс Панетон. Ну, окей. А, вот оно. Это тут затесалось, наверное, что-то не то. Потому что Пасха Княжа, вот его цена. 139 гривен. Дальше. Набор кексов. Киев, хлеб, великодни. Вот тут вот все четко написано. Потому что в предыдущем магазине у нас был написан набор. И непонятно, какой набор. Вот тут все четко. Набор кексов. Какой? С цукатами, родзинками и курагою. И второй у нас без дрижжев. Сыр кисломолочный, воршковое масло, родзинки. Все. Тут шапкой, тут без. Кекс Володимирский, кекс Пасха сырный. То есть это творожный, это обычный. Червона колына. 117 гривен 50 копеек уже со скидками. Вот такой вот у нас шапочка есть. И такой червонок колына сверху для украшения. Ниже спускаемся. Кекс Касковый. Киев Хлип у нас 89 гривен. Старо цена 110 гривен уже. Шукай подарок у коробции. Да что ж такое. Я в предыдущем магазине тоже шукав, шукав и ничего не нашел. Не знаю, может быть он замурован в кексе. Будет вам сюрприз во время еды. 260 гривен понеттона, 450 грамм. Это у нас Киев Хлип, киевский производитель. Ну, делают, видимо, под вид итальянского, итальянской Пасхи. Чистое, просто с родзинками внутри. Видите, да? 270 гривен кекс Кулыныч и понеттон. А вот, кстати, вот это вот он сюда, наверное, затесался. 270 гривен за 600 грамм. Дата 9.05 до 9.05.06. Сегодня на календаре последний месяц апреля. С чем я вас и поздравляю. Снизу кекс Киев Хлип 100 гривен. Порядка 3 долларов. Самый обычный, самый простой. 450 грамм шапка и присыпка. И снизу вон зайцы запасные. Те, которые не влезли у нас на полку. Вот сюда вот. Они переместились вниз. Какие у нас тут есть пасхи? Пасхи БКК понеттон 507 гривен. 507 гривен – ручная работа с итальянской рецептурой. 507 гривен вот с такой вот прослойкой. Дальше у нас есть пасха сырная. Творожная 259 гривен БКК за 500 за полкило. Дальше 259 гривен крафин кекс БКК тоже без всяких изысков. А, возможно, есть внутри. Да, апельсиновые корки есть внутри. Из волыкобня. Дальше. 194 БКК. Вот в такой вот картонной упаковочке. Не понимаю вообще смысл картонных упаковок. Вы все равно принесли домой, распаковали и все съели. Простенько, со вкусом. 194 гривны за полкило. Оба их пасхальная пасха, пасхальный кекс 214 гривен. Мы его с вами тоже видели. Вот такой вот бублик. Мягкий. Удобно резать и удобно пробовать. Тут у нас кекс пасхальный медовый на коньяку без дрижжев. Вот это вот я не видел. Это я еще не видел такое. Кекс пасхальный медовый, настоянный на коньяку без дрижжев. П.П. Ольховый. Видите? В мегамаркете есть разного рода интересные бренды, которых нет в других магазинах. Весит он 300 грамм, но по размеру, вот такой вот, размер, наверное, сантиметров 10. Коньяком не пахнет. Так, дальше. Снизу у нас БКК кекс пасхальный. Цена на него, цена на него я не вижу. 203 гривны, вот эта штука. 203 гривны, 50 копеек. Ну, вообще, шик. Знаете, настоянка на коньяку. Съел пасху и запил коньяком. Кто любит конфеты с коньяком, поставьте лайк. Так, вот такая меня привлекла пасха. Здоровенская. Смотрите, такой вулкан. 323 гривны, 80 копеек за 850 грамм. Выглядит отменно. Давайте против света я так встану. Вот. Выглядит отменно. Здоровенская такая вот цархлип. Внутри прослойка шоколада. Если оно в таком количестве реально будет, будет супер, будет отлично. Панеттоне цархлип 234 гривны. Это 329. Это 234 за 500 грамм. Это 329 за 800 грамм. Так, что у нас еще есть? У нас есть еще кекс, солодка, фантазия цархлип 331 гривна. Ну, порядка где-то там 10 долларов. Вот такая вот у нас украшение, такая присыпка. Производитель. Производитель. Так, производитель. Производитель хлебзавод. Петч и столычный хлебзавод. Салон ВИП-3ВЦИ, Вышгородский район, Киевская область. Солодка фантазия. Кекс с родзинками, цукатами, фисташками. Таминдолем 331 гривна. Кекс БКК, Миланский Элит с родзинками. 413 гривен за 800 грамм. Пасха сыр на 259.10. Это видели, это видели, это видели. Это у нас на коньяке. Давайте посмотрим дальше. Пенеттоне. Вот такие вот. 284 гривны. Ну, в каждом магазине, абсолютно в каждом магазине вот такого формата сегодня мы можем встретить. 225 за 500 грамм коробка. Тут у нас 284 за 500 грамм. И снизу, если вы присмотритесь, 305. Вот такой формат 305. Тоже за 500 грамм. Не знаю, в чем разница. Разные, наверное, просто производители разные бренды. Потому что по еду... А, ну почему разные? Тут у нас шоколадные внедрения, вкрапления. Тут у нас и тут, ну плюс-минус, одинаковые. Там родзинки и какие-то фрукты сушеные. Поэтому цена 305 и 284. Шоколадо 500 грамм. Вот шоколадный такой понетон. А вот это с изюмом 284 гривны. Так, друзья, с той стороны я не вижу больше пасок. Тут пасхи. Тут пасхи. И еще есть за углом. За углом тут мы посмотрели. А вот тут вот собственного производства. Пенетон от Мегамаркета на заквасе. За 100 грамм 37 гривен. Если у нас тут идет 320 грамм, это 118 гривен. За маленькую пасочку в 320 грамм. Дальше. Кекс виденский с ваговой 29 за 100 грамм. 320 грамм. То есть суммарно у нас получается вот эта штучка стоит 118 гривен. Шоколад. Я думаю, из сегодняшнего уже видео вы поняли, что я всеми руками и ногами за шоколадные пасхи. Стоимость 52 гривны за 100 грамм. Правильно? Кекс коломба на заквасе. Кекс виденский. Кекс виденский. Нет, это не то. В общем, не суть. 126 гривен за почти полкило. За 436 гривен. Вот такую пасочку в виде формы звезды я еще не видел. Интересно, какая у нее цена. Это мягкая. Это значит у нас не творог. Тут я вижу миндаль. Вижу какие-то еще присыпка, какой-то орех. И снизу у нас ценник. Так, 354 гривны за 682 грамма. Коломба на заквасе. Кекс коломба на заквасе. Место Киев. ПП сафлора. Это, кстати, вот, наверное, оно. Кекс коломба на заквасе. Так, маленькие пасочки. 121 гривна за 400 грамм кекс виденский. Это мы смотрели. Тут у нас разноцветные цветочки. 170 гривен за полкило. Вот такая пасочка. Снизу. Снизу это не пасхи. Это какие-то танцы с бубном. Кекс великодневанильный. Обычный великодневанильный. Ванильная пасха. 134 за 526 грамм. А тут кекс. О, интересно. Кекс морквианный. Это ПП. Это про ПП, друзья. Это про правильное питание. Морковка. В общем, кто против ПП, тот берет на коньяке. Кто за, тот берет на морковке. 33 гривны за 100 грамм. 502 грамма. 165 гривен получается. Это у нас кекс морквианный. Интересно, кто производитель. Сафлора. Мисток Киев. Склад борошно. Так, есть тут хоть в составе сама-то морковка. Вижу цукаты. Да, есть морквианный пюре. Все свежее. Ну, не обманули. 33 гривны за 100 грамм. Ну, или, соответственно, 167 гривен за полкило примерно. Так, все, больше. А нет, вот я еще вижу Пасхи. Я еще вижу тут Пасхи. И вон там еще вижу Пасхи. И тут, и там. Тут они, скорее всего, повторяются. Давайте посмотрим на всякий случай. Кекс в лыкудне так. Это у нас был мегамаркетовский. То есть, это они сами пекут с шоколадом. А вот такой я не видел. Вот такой, как минимум, такого узора я не видел. Кекс премиум. Пасха 170 гривен за полкило. Вот так вот у нас, видите, вот такие вот паутинка, такие разводы. И аналогичные шоколадные. Прям смотрю на эти шоколадные Пасхи и рука тянется в карман за деньгами. 175 гривен за 516 грамм. Тоже очень такая добротная Пасха. Прям по-богатому. 277 гривен, 578 грамм. За полкило, чуть больше, чем полкило. 278 гривен. Чернослив, курага, горько, журавлина, вьялина, цукровая пудра, повидло, абрикосовое и фрукты вьялины. Родзинки и чернослив и курага. Да, класс. Нормально, нормально. Посмотрите. Класс, мне нравится. Так, еще у нас есть Пасхи. И еще мы с каждым шагом углубляемся все дальше и дальше в пасочный мир. Кекс в Илыкоднеукраинский. Так, это только что мы видели. 120 гривен за полкило. Это мы видели, это видели. Поменьше кексик Пасха. У нас 124 за 428 грамм. Сразу, да, бухлишко тут когор к Пасхе. Коблева. Когор. 150 гривен. Это что у нас-то? Виноградное, ординарное. Республика Молдова. 150 гривен за 0,75. Без додывания дрижев, а это безлактозный. Без додывания дрижев. 444 гривны безлактозный за 580 грамм. Тут у нас 580 грамм, 406 гривен. Шоколадные зайцы 96, 128 за 150. И вот эту вот Пасху, которая у меня не вызывает доверия при транспортировке. 506 гривен за килограмм. Почему? Потому что вы взяли по бокам, понесли, а потом хоп, у вас крышка осталась в руке, а Пасха ушла вниз. Но выглядит она, конечно, по-богатому. Класс, мне нравится. Сама Пасха мне нравится. 506 гривен. Как торт. Дороже, чем торт, друзья. Дороже реально, чем торт. Торт можно купить за кило за 400 гривен. Посмотрите, какой состав. Тут просто, друзья, вся таблица Менделеева. Тут и ароматизаторы, и баровники, и глюкоза, и грецкие орехи, и масло. Ну, короче, для такой Пасхи, конечно же, это мощь. Так, друзья, вышел я с Мегамаркета. Мегамаркет меня тоже порадовал. Это второй магазин, который порадовал меня количеством ассортиментом и ценами, и собственным производством. Поэтому ставим Мегамаркету лайк. Приходим сюда за Пасхами. А мы с вами телепортируемся в новую локацию с новым хлебным раем. Погнали. Так, друзья, приехал я на следующую локацию. Это магазин Велококишенья, супермаркет Велококишенья. Нахожусь я, Печерская площадь 1. Это между метро Кловская и между метро Печерская. Честно говоря, я думал, что это на самом деле рынок. Я думал, на самом деле это рынок или какой-то цирк. Посмотрите на фотографии с Google-карты. Это просто диковинное место. Сейчас мы сюда зайдем, посмотрим. Правда, посмотрим мы, друзья, с вами только Пасхи. Но приподниму, друзья, занавесы. У нас будет скоро обзор на именно Печерский рынок, который находится тут совсем рядышком. Вот, посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какой класс. Мне нравится формат, потому что в таком здании, историческом здании его не стали разрушать, а его просто превратили в магазин. Класс, мне вообще супер нравится. Огромный такой просторный магазин Велококишенья. Их немного, очень немного по Киеву. И сейчас мы с вами идем к пасочкам. Давайте, очень много людей. Будний день на самом деле. Будний день сейчас середина дня, но людей просто посолите. Трэш. Сколько народов. Так, где у нас Пасхи? Где у нас хлебобулочный отдел? Я вижу по вывескам. Идем по вывескам. Идем, как говорят, по приборам. Класс, мне прям вообще... Молодцы. Велококишенья молодцы, что отхватили такой лакомый кусочек такого магазина без перестройки. Так, ну давайте начнем. Посмотрим, что у нас по пасочкам. Пасхи у нас представлены одним стеллажом только, видите? Вот один стеллаж тут все навалено. Хотя места, в принципе, хватает и для хлеба. Ну, классно. Удобно. Так, давайте посмотрим. Значит, Пасха Макаревска. Так, я такой еще не видел в предыдущих наших видео. Пасха Макаревска. 300 грамм. 51 гривна. Это у нас, скорее всего, украинский вырубник Миста Черкассы. Так, дальше у нас кекс Велы Кудни 400 грамм. Вот он у нас, кекс Велы Кудни, они похожи тоже. 400 грамм. 44 гривны. Примерно 1, ну, примерно 1.20. Где-то так. Да, сейчас 43 гривны. Вот такая вот маленькая пасочка. Пасха Квитнева. 300 грамм. Пливка по формула смоку. Формула смоку – это у нас вырубник Черкасс Хлип. Теш. Кекс, традиционный пасха. Ну, как в случае, они, в принципе, видите, однотипные. И плюс-минус даже цена тоже однотипная. 40 гривен, 43, 43. Вот есть 200 грамм маленькая, поменьше пасочка, 32 гривны. Кто не хочет тратить больше деньги, чтобы чисто на пробу. Есть у нас по акции, было 104, стало 90 гривен. Кекс, домашний пасха. Вот так вот он выглядит от БТК. Видите, да? Вот так вот тоже в пленочке, чтобы не зачерствело. Дальше у нас 70 гривен. Кекс Велы Кудни 450 гривен. Пливка тоже интересная. Какой-то производитель. Вот, кстати, в Велыке Кошеме очень много других производителей. Не только БТК, не только. Это у нас, к примеру, друзья, Бело-Царкевский район, Сало Бло-Шин-Ци. Вот такое. Вообще впервые вижу за сегодняшний наш с вами видеоролик с разных магазинов. Белая церковь впервые. 74 гривны Пасха Макаревска 500 грамм. Цархлип сырно, да, творожная пасочка у нас. Производитель Салонови Петрифци, Вышбородский район. 80 гривен 320 грамм. Такую пасочку, друзья, мы с вами уже видели. Пасха улюблена. Это Цархлип. Цархлип. Такая детская пасочка. Зайцем червоноколына 128 гривен тоже. Мы с вами уже видели, вот с таким цветочком. Везде они есть. Это у нас Киев Хлип. Киев Хлип, Киевский комбинат. Дальше. Сырно Пасха 143 гривны за 450 грамм. Формула Смаку. Формула Смаку. Это производитель у нас. Мисто Черкассы Чагиринска 7. Вот такая вот творожная пасха. Кекс Панетоне 500 грамм. Коробка Цархлип. Вышбородский район. Салон Нови Петрифци. Тоже. Вот так вот он выглядит. Не буду открывать. Уж как есть, друзья. Вот попытаюсь под углом. Ну или вот. Нет, на картинке нету. Так, дальше у нас Пасха Традетина. Пожалуйста. Киев Хлип. Вот так вот. По-богатому 500 грамм. Класс, мне нравится. Если она внутри такая же, как на картинках, то класс, мне нравится. 500 грамм с сгущенным молоком Таро Цзинками. Вот такая вот пасочка. 500 грамм. Она у нас стоит 109 гривен. Пасха Традетина. Коробка Киев Хлип. Дальше. Кекс. Тоже Киев Хлип. Киев Хлип прям это заполонил. Смотрите. Вот Киев Хлип. Вот Киев Хлип. Вот Киев Хлип. С той стороны Киев Хлип. Вот Володимирская Пасха Киев Хлип. Молодцы. Молодцы. Безбрежева. Сырная Пасха. 192 гривны за 550 грамм. Следующая у нас с цукатами и родзинками 156 гривен. Такая вот пасочка Киев Хлип тоже. Вот так она выглядит в разрезе. Сразу видно. Сразу видно шапку, глазурь и цукаты внутри. 295 гривен. Набир Велыку Дни Пасха 430 грамм. 295 гривен. Набир. Не знаю, что тут. Можно самим что-либо дорабатывать. Ручная работа. Витберни Родзинки. Странно. Почему Набир написано? Не понимаю. Пасха Краффинг. 420 грамм. 147 гривен. Вот у нас 420 грамм. А Набир это, наверное, вот к той Пасхе относится. Вон к той, которая вот тут вот сверху у нас стоит. Вот это вот Набир. Раз и два. Кекс 430 и 420. Пасха шоколадная. Скорее всего, это он и есть. Да, Пасха шоколадная 420 грамм. 295 гривен. Это 147. Это 295. Вот это у нас коробочка. Так, дальше у нас идет Пасха 400 грамм в плевце. 100 гривен. Это где-то около двух стойных у нас долларов. Производитель Мисторивны. Сдоба. Пасха. Румьяныц называется. И Киевхлип. Вот куча Пасок. Цветковый. Кекс. Стоит 88 гривен за 450 грамм. Все. Маленький на один зуб. 51 гривна. За маленькую пасочку Киевхлип. Кекс 300 грамм. Все. Вот, друзья, посмотрели. Из тех, которые лично мне понравились, я бы купил вот эту вот пасочку. Волыкодинобир. Шоколадные с родзинками и обычные с родзинками. Удобно, кстати. Кто не любит шоколад, ест это. Кто любит шоколад, ест это. Что? Как мы с вами решаем? Есть необходимость именно в дегустации пасок? Если есть, дайте об этом знать под видео. Смотрите, как удобно. Даже прям сразу в зале вот тут вот и готовят. Эти пасхи, куличи, круассаны. Класс. Первый раз такое вижу обычно, знаете, за какой-то ширмой или за каким-то ограждением это все делается. Так, не могу себе отказать в удовольствии подняться наверх и посмотреть на эту всю красоту именно сверху. Потому что мне вообще, мне вот, я прям в восторге, знаете, я в восторге от этого здания. От того, что оно исторически сохранилось. Да, понятно, что тут требуется ремонт, глобальный ремонт, но то, как его применяет Волыка Кишеня, это просто, это просто топ. Это просто респект. Посмотрите, друзья, посмотрите, как классно по кругу в таком амфитеатре выглядит этот магазин Волыка Кишеня. Класс, мне нравится. И двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Итак, друзья, я приехал в следующую локацию. Это улица Миколайчука и это магазин Экомаркет. Справа от меня вдалеке Русановская набережная, прямо по курсу Днепровская набережная, чтобы вы ориентировались. Здесь магазин Микамаркет и посмотрим, чем он нас обрадует в плане пасок, в плане ассортимента и в плане цен. Есть ли тут какие-то диковинные предложения или все как и везде. Так, посмотрим отдел. Я тут впервые, поэтому я, честно говоря, не знаю, где яйца 2,19. Смотрите, 2,19. До этого я видел 2,20. Самый дешевый. Так, пасхи в стол. Огромнейший. С пасхами я вижу 4 штуки, 4 варианта. Кекс пасхальный 100 грамм. Это, я так понимаю, выробництво, типа свое выробництво, наверное, 18 гривен. Почему нет? Такая маляпусенькая пасочка на 100 грамм 18,90. Кекс велико дни 500 грамм. Выробництво свое 59,90. Это, я так предполагаю, наверное, вот этот вот самый большой. Так, и следующий у нас кекс пасхальный 300 грамм. Это который чуть-чуть у нас поменьше вот этот вот кексик 300 грамм. Вот, смотрите, есть 500, есть 300. И еще один кекс пасхальный 500 грамм 89 гривен. Это, наверное, вот этот вот кекс. Нет, этот кекс вылуками. Короче, вот где-то тут они все реально, они все реально на одно лицо. Вот, посмотрите, все пасхи на одно лицо. Не знаю, как их отличить. 4 вариации. 18, 56, 59 и 89. Вот и все. Все, что нам предлагает магазин Эко-маркет. Не густо, не много. Но, в принципе, если для тех, кто живет рядом, для тех, кто хочет, да, сразу взять пасочку и тут же ее с чайком употребить, почему нет? Welcome, магазин Эко-маркет. Друзья, побывал в магазине Эко-маркет. Честно сказать, я не в захвате. На одном магазине в районе, да, тут поблизости Эко-маркетов нету точно, 4 кекса несчастных. Могли бы придумать и больше. Телепортируемся в следующую локацию. Погнали. Так, друзья, новая локация. И сейчас я в магазин Метро. Залетаю, заскакиваю, смотрим цены, смотрим, что с чем едят, какие цены, какой ассортимент и какой выбор пасок в Метро. Это у нас Троещина в Киеве. Так, друзья, прям со входа нас встречает пенетон. Вот такой вот 500-граммовый, 159 гривен с всякого рода вкусностями итальянские. Есть у нас фисташковый, вот такой вот, с шоколадными вкраплениями, стоит тоже 159 гривен. Ну, это пасхой назвать нельзя. Идем дальше на эту сторону. С этой стороны у нас тоже пенетон, 299 гривен, вот такой вот, с шоколадными вкраплениями. Есть с лимонными, крем-лимонные, да, тоже 299 гривен, лимонные вкрапления. И есть у нас тирамису. Тирамису такие я в других магазинах, честно говоря, не видел. Шоколадный видел, тирамису и лимон нет. Все по 299 гривен. Делите на 39, получаете доллар, делите на 42, получаете евро. Пошли в хлебный отдел. Это у нас кекс вылыкодни, 300 грамм называется. Ну, называется. Интересно, что они держат его в холоде. То есть, это, ну, знаете, это все равно, что хлеб положить в холодильник, чтобы не испортился. От 2 штук 49 гривен стоит, 1 штук 55. Вот такая вот пасочка вылыкодни, точно такая же, на 500 грамм, стоит у нас 179 гривен. Вот такая вот интересная посыпка, какой-то миндаль тут и шоколад. И третий вариант пасхи, 249 гривен, 850 грамм. Набир в вылыкодни, рецепт от шефа. Вот такая вот у нас, видите, 2 пасочки. Одна светленькая с изюмом, одна темная с темной шапкой с шоколадом. Что тут у нас есть? Тут у нас есть БКК, кекс, краффина, пельсциновый. Стоит он 179 гривен от 2 штук. 219 гривен одна штука. Такая пасха у нас. Пасха с цукром топится бискотти. Вот это вот она. В бискотти 360 грамм, 159 гривен от 2 штук. На 30% дешевле, 109 гривен. И вот эта вот пасочка уже она не в холодильнике. А тут находится 179 гривен. 219 одна штука, а вот двух штук тоже скидка. Все, друзья, больше я пасок не вижу. Может быть, они, конечно, где-то есть, но, честно, в огромном магазине метро пока что на сегодняшний день количество пасок, сегодня последний день апреля, нет. Довольно странно. Друзья, от кого, от кого, но от метро я такого не ожидал, честно говоря. Потому что я думал, что будет, ну, хотя бы на уровне Ашана. Тут комментарии в заголизаеве, вы бачили все сами. Раз-два я общался, пару пасок, пару цен. Может быть, я, конечно, чего-то не нашел или я чего-то пропустил, но как есть. Переходим дальше. Друзья, если вокруг меня топоры, насадки и всякие бензопилы, значит, я в эпицентре. И как ни странно, в эпицентре, друзья, тоже есть пасхи. Есть что выбрать и есть что посмотреть. Давайте посмотрим, что нам предлагает эпицентр. Фудкорт с пасочками. Пасха дотяча, 45 гривен за 150 грамм. Неплохая такая пасочка, как по мне, с зайцем. Вот такие вот бусинки есть, 220 грамм, 52 гривны. Производитель меня интересует. Я же не думаю, что эпицентр среди гвоздей выпекает пасхи. Фудмаркет. Написано фудмаркет, то есть это по ходу сам эпицентр и печет. Вот тут, вот в этих вот павильонах, возможно. Скорее всего, да, вот смотрите, даже видите, вот еще есть пасочки, которые скоро будут на столе, а до этого на прилавке. И 199 гривен без дрожжевая, полная тонна заквасица, 15500 грамм за 200 гривен. Так, с этой стороны у нас есть вот такие вот пасочки, только я цены не вижу. Цены я не вижу. Возможно, цены на каждой пасочке, но цены я не вижу. Вот такой вот ягнятка светковая. Класс, интересный. Но мне кажется, пока его довезешь до дома, от него ничего не останется. Стоит 145 гривен за 600 грамм. Это у нас 45 гривен. Это мы только что смотрели. 420 гривен 900 грамм. И 350 гривен 500 грамм. Так, тут у нас пасочка 75 гривен за одну штуку. 450 грамм. Но присыпки с головой хватает. Вот такая вот пасочка. Тут, видите, все в разнобой. То есть, все перемешано. Кто хочет, тот и берет. Цирная пасха, цархлип. Мы это уже с вами, друзья, видели. И тоже почему-то ценника нет. Может быть, он где-то и, конечно, есть, но тут нет. В общем, выбор есть. Ну, как минимум, там есть пару пасочек, тут есть пару пасочек. Есть с чего выбрать. Есть творожная пасочка, есть нетворожная. Есть пенетон, есть не пенетон. Есть даже, смотрите, такая вот с лимоном засушенным. А это что такое? Как это называется штука? Пасха домашняя на заквастье. 95 гривен. Фудмаркет 320 грамм у нас. Тоже как декор. Я не думаю, что этот лимон кто-то будет грызть. Но в качестве декора очень и очень круто выглядит. С орешками. Тимьян, не тимьян? Поправьте меня, если это не так. И вот, посмотрите, какая здоровенская пасха. Просто хлебобулочное изделие. Тут, давайте я угадаю, тут килограмм. Смотрим. Пасха родынно, да. 1 килограмм 230 гривен. Цены, кстати, очень аппетитные. За 230 гривен килограммовую пасху я не видел ни в одном магазине, в котором мы с вами, друзья, были. Так, тут у нас уже не пасхи, но тоже разного рода вкусности. Все, все, друзья, больше пасок я не вижу. Посмотрим еще вот тут вот. Тут они вроде бы то же самое, что там. Маленькие пасочки, да. Вот маленькая пасочка у нас, дитячая. 45 гривен с украшениями с бусинками 52. Сыр на пасху творожное 159. Посмотрите, зеленый хлеб, шпинатный. С лимончиком ценника нету. Вот такая пасочка на заквасе 155-560 грамм за 155 гривен. 75 гривен за 450 грамм, пасха 310. Ну, короче, это они одинаковые, просто разный вес. 560, 450 и 310. И разная цена, 54, 75 и 155. Пенетон на заквасе бездрижевые. Вот 199 гривен. Все, друзья, пасок больше нету. Там у нас идет мясо, тут у нас идет пасок больше нет. Возвращаю, забираю слова обратно. Кекс, пасха 51 гривна, царь хлип. Кекс, пасха сырна 211 гривен. Эту мы, друзья, уже видели с вами. Та пасха, на которой нет рисунка. Каев хлип. Каев хлип, пасха традиционно, кекс 150 гривен. Кекс, владимирский. Это все, что на потоке. Это не делает эпицентр, не делает фудмаркет, фудкорт. Это то, что им завозят, привозят. Кейв хлип с вкусностями, с цукатами и родзинками. Кекс, пасха 149, джуни. Какая прикольненькая, видите, интересная пасха. Шоколадная пасха. Хлип пром, написано, производство хлеб пром 169 гривен. А мне интересно, это производитель кто? Чего, Львов или Венеца. Вот такой вот изготавливает красоту. 199 гривен. Пасха, ручная работа, ведь берни родзинки. 39 гривен. Вообще, знаете, как чашка кофе выпить. Берете чашку кофе, 1 доллар. Кекс пасхальный, 200 грамм. Рядышком Киев хлеб 57 гривен. Рядышком царь хлеб, пасха сырный 94, мы уже повторяемся. И снизу, давайте посмотрим, 78, 89 и 99. Это у нас пасха с родзинками. Производство Львов или Винница. Разные мощности в разных городах. Друзья, вот так вот обстоят дела в эпицентре, где продают гвозди и дрели. Почему нет? Мне нравится. Нашел вот такие вот еще пасочки. По цене 169 гривен. По цене 199 гривен. Киев хлеб 102 гривны. Некоторые мы с вами уже видели. И 69 гривен за родзинками. Ассортимент больше, чем в некоторых магазинах, в которых мы с вами до этого момента были. Друзья, ну что, остановимся на этом, думаю. Хорошего понемногу. Если вам подобный формат видео, когда мы берем один товар и гоняем по всему городу, сравнивая ассортимент цены, вам зашел, вам понравился, обязательно прожмите вкодобайку, поставьте палец вверх, чтобы я как минимум знал и ориентировался. Ну а если вы еще подпишетесь, вообще честь и хвала вам. Конечно же, каждый, кто досмотрел видео до этого момента, я ставлю огромнейший респект. Если по каким-то причинам вы не увидели свой любимый магазин, я, значит, или просто туда не дошел, или он был слишком мал, или там просто банально не было нужной продукции. Саляви. До новых встреч в новых видосах. Всем пока.